Добрый день, вы смотрите программу «Экономикс», я ее ведущий Ренат Дашкин. Я рад анонсировать новый проект. Мы запускаем цикл передач под названием «Экономическая стратегия России. Курс на рост», в рамках которого мы с экспертами будем обсуждать основные направления экономического развития России. И начинаем этот цикл мы с круглого стола, участниками которого стали эксперты Хазанского университета. Я с удовольствием рад представить Галяму Динару Хамитовну, доктора экономической наук, профессора кафедры территориальной экономики. Динар Хамитовна, добрый день. Здравствуйте. И Анкудзин Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук, доцентр кафедры финансовой организации. Андрей Борисович, здравствуйте. Заявленная тема «Экономическая политика России». Сегодня мы обсудим то, какой все-таки она должна быть и какой может быть в сегодняшних реалиях. Динар Хамитовна, позвольте задать первый вопрос вам. Если мы говорим сегодня об экономической политике, то важно понимать, в каких условиях мы сегодня находимся. То есть, каков глобальный контекст и сегодняшние реалии мировой экономики. Могли бы вы охарактеризовать эти тренды, которые в ней сложились за последние годы? Действительно, согласно современным статистическим данным и прогнозам различных международных экономических организаций, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Юнктад, в целом мировая экономика демонстрирует определенный рост. Небольшой, но рост. Другой вопрос, что рост этот весьма неоднороден по различным странам. В частности, конечно же, наша страна, страны бывшего Советского Союза и такая группа, как страны-экспортеры нефти, они, конечно же, демонстрируют снижение экономического роста. Страны новоиндустриальные, в частности, Юго-Восточная Азия, демонстрируют хоть замедляющийся, но тем не менее экономический рост. Страны золотого миллиарда, то есть мы говорим о постиндустриальных странах Северной Америки и Западной Европы, также демонстрируют рост, но достаточно умеренный. Что касается трендов, на которые мне бы хотелось обратить внимание, конечно же, первый такой важный глобальный тренд, геополитический вызов, так называемый, это ситуация политическая, на политической арене. Вы знаете, что политика и экономика тесно связаны. И если происходят определенные изменения в политических системах, это не может не влиять на экономические процессы. Прежде всего, у нас сейчас имеет место быть глобальный вооруженный конфликт на территории Ближнего Востока, Северной Африки, связан с активностью определенных террористических организаций. И влияет это на экономику самым непосредственным образом. Это влияет и на финансовые рынки, это влияет и на рынки труда, за счет притока беженцев, так называемых мигрантов. Это влияет и на нефтяные рынки, когда идет перераспределение контроля над нефтяными компаниями, в частности, в Ираке. Компании нефтяные, которые определенное время контролировались компаниями Соединенных Штатов Америки, в настоящий момент идут под контроль различных террористических группировок. Конечно же, это все оказывает серьезное влияние на те экономические процессы, причем не только в зонах конфликтов, но и в остальных государствах, которые в этом задействованы. Что касается нефтяного рынка, есть еще одна интересная тенденция, на которую хотелось бы обратить внимание, это сланцевая революция в Соединенных Штатах. Им удалось добиться снижения себестоимости сланцевой нефти, и, соответственно, таким образом удается влиять на мировую цену на нефть, и держать ее на достаточно низком, относительно низком уровне, плюс, конечно же, помогает этому Саудовская Аравия, помогает этому Ирану, который насыщает рынок со своей стороны, и вот это увеличение предложений также не позволяет повыситься данному ресурсу. Соответственно, цена в 40-50 долларов за баррель, я думаю, это цена на длительное время. Нам придется к этому привыкнуть и, соответственно, отталкиваться от этой стартовой цифры. Далее вытекает из этой тенденции определенная реиндустриализация Соединенных Штатов Америки. То есть мы привыкли к тому, что Соединенные Штаты выводят индустриальный сектор в развивающиеся страны, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, и занимаются, скажем так, больше IT-бизнесом, высокотехнологичными отраслями. Даже появилось такое понятие, как деиндустриализация Соединенных Штатов, но это не совсем верно, потому что, выводя устаревшее, скажем так, оборудование, выводя индустриальные секторы, они развивали высокотехнологичные сферы. Сейчас идет несколько другой процесс, идет повторная реиндустриализация, и, соответственно, это тоже будет один из факторов роста американской экономики. Тем не менее, страны Юго-Восточной Азии, которые также являются активными производителями, активными индустриальными странами, они не сходят с мировой ареной, они также развиваются, пусть и замедляющимися темпами, но активно производят товары и услуги. И это усугубляет проблему, о которой я часто говорю, проблему диспропорции в мировом хозяйстве между производителями и потребителями. Это проблема достаточно серьезная, поскольку в настоящий момент мы имеем большое количество стран-производителей и не такое большое количество стран-потребителей. К чему это ведет? Идет к тому, что идет затоваривание, идет перепроизводство, и проблема усугубляется еще и тем, что в странах, которые производят, идет демографический взрыв, то есть производители, грубо говоря, становятся с каждым годом больше и больше, потребители, то есть людей, которые живут в золотом миллиарде, входит, вернее, в золотой миллиард, живут в постиндустриальных странах, становится все меньше. То есть, конечно, идет прибавление за счет мигрантов, но это не самый, скажем так, платежеспособный сегмент. И поэтому, на мой взгляд, это очень серьезная проблема, которая может, в свою очередь, в будущем вызвать определенные тоже и вооруженные, и прочие конфликты, поскольку все-таки количество производителей и потребителей, оно должно быть пропорционально. Кто-то должен покупать все то, что производит Азия. Спасибо. Андрей Борисович, следующий вопрос к вам. Относительно недавно вышла статья Дмитрия Медведева, посвященная экономической политике. И характеризуя особенности современного этапа развития, он отметил, что сегодня мы живем во времена кризиса, который обусловил нарастание нестабильности и непредсказуемости мировых рынков. Но, несомненно, сегодня все говорят о необходимости создания долгосрочной стратегической модели развития экономики России. Вот как сегодня в условиях непредсказуемости создать эту модель, и на что ориентироваться? На мой взгляд, здесь нет никакого противоречия. И создавать модель, безусловно, нужно. Мы очень сильно подстали. За годы нефтяного благополучия, я полностью согласен с Динарой Хамитовной, ждать с учетом издержек на производство одного барреля сланцевой нефти, ждать цен выше 60, видимо, не приходится, даже несмотря на недавние договоренности в Алжире. Сегодня с утра уже котировки полезли вверх, и рубль укрепился несколько. Но стратегия с этим, на самом деле, не связана. Она давно, то, что называется, overdue. И связана она с тем, что нам нужно отойти от сырьевой модели, это общее место, и найти свое место на рынке несырьевых товаров. Это очень сделать сложно, поскольку дисконтный сегмент занимают традиционные страны Юго-Восточной Азии, а теперь в их число вошло Бангладеш, из крупных стран, может быть, самый низкий уровень оплаты труда, по-часовой. А с другой стороны, в премиальном классе теснятся западноевропейские страны, Германия, в некоторых сегментах Франция. На мой взгляд, нам нужно, я еще раз, я экономист предприятия, нам нужно найти такой сегмент рынка, где могли бы мы что-то рынку предложить. Не только на внутреннее потребление, оно сокращается. Из-за экономической стагнации оно сокращается, и вот последние прогнозы ЦБ относительно инфляции, они достижимы в условиях дальнейшего сокращения потребления беднеющего населения. Вот, тут это не только мое мнение, оно достаточно распространенное. Так вот, нужно найти тот сегмент, где мы можем предложить что-то рынку. Ну, возникает вопрос, ну а что? На рынке тесно. Ну вот, сразу же то, что приходит, это продукция сельского хозяйства. Огромное богатство нашей страны, это наша земля, и люди, которые на ней работают. Ну, наша республика в этом плане является, в общем, достаточно хорошим примером. Вот, это то, где мы реально можем, с учетом даже того, что у нас может быть где-то выше себестоимость, но если сравнить, например, объем антибиотиков, вскармливаемых, промышленный выращивание, есть промышленное животноводство, есть пастбищное, а пастбищное трогать пока не будем, промышленное. Сколько скармливается в Соединенных Штатах, да, там мясо заметно дешевле, и сколько у нас, у нас есть свой сегмент на этом рынке. Вот, есть и другие, которые можно развивать. И я думаю, Дмитрий Анатольевич имел в виду именно эту долгосрочную стратегию. Вот, а здесь никакого противоречия с непредсказуемостью поведения на рынке нет. Непредсказуемость влияет на сложность мобилизации источников финансирования, но это второй вопрос. Совершенно согласно с Андреем Борисовичем относительно сельского хозяйства, мне видится еще одна интересная отрасль, это наша оборонная промышленность. Потому что, как известно, очень многие высокотехнологичные продукты, они появились именно из, скажем так, военной оборонной промышленности. И на наш взгляд, на мой взгляд, это достаточно такая перспективная для нас сфера, где мы могли бы выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию и предлагать его мировому сообществу. Спасибо. О российской экономике мы еще поговорим в дальнейшем. Хотелось бы продолжить разговор о мировой экономике. Многие говорят, что кризис сегодняшних лет это продолжение кризиса 2008 года. Согласны ли вы с этим утверждением? Вы знаете, абсолютно с этим не согласны, потому что факторы, вызвавшие кризис 2008 года, они принципиально отличаются от факторов, вызвавшие кризис сегодня. Если мы говорим о кризисе 2008 года, это был кризис мировой, международный. Он начался в Соединенных Штатах Америки, как проблема их, скажем так, тоже на финансовом рынке, проблема с ипотечным кредитованием. И почему он стал мировым? Потому что Соединенные Штаты очень активно влияют, соответственно, на все мировое сообщество. И через доллар, и через финансовые рынки, и также через свое потребление. Как я уже сказала, отвечая на предыдущий вопрос, Соединенные Штаты это один из крупных потребителей. Когда крупный потребитель снижает свою потребительную способность, покупает меньше, страдают все те, кто ему что-то продавал. Это очевидно. Поэтому кризис стал мировым. Нынешний кризис, он достаточно локальный. Это кризис определенных государств. Почему мы оказались в него, задействованы в этом кризисе, он нас затронул, потому что мы зависим от мировых цен на нефть. Если 40% доходов экспорта мы получаем, я имею в виду Российскую Федерацию, от вывоза минерального сырья и топлива, очевидно, что любые колебания на этот ресурс оказывают на нас серьезное влияние. Другой момент. Смогли ли мы нивелировать последствия кризиса 2008 года? Здесь я считаю, что нет, потому что на докризисный экономический рост 2007 года в 7% мы не вышли. Более того, у нас падение на 3,5%. Поэтому те моменты, которые мы имели до кризиса, мы их не имеем сейчас, я имею в виду позитивные. Здесь это нам, к сожалению, не удалось. Но причина, как я уже сказал, совершенно другая. Продолжением этот кризис не является. Более того, мы не имеем сейчас мирового кризиса 2014 года. Он локален. Андрей Борисович, а можно ли сегодняшний кризис сравнить, эмиду мировой, сравнить с Великой депрессией 30-х годов? По последствиям. Многие последствия Великой депрессии 30-х годов оказались позитивными. Достаточно вспомнить знаменитый закон Глаза Стегала, который сформировал на, по меньшей мере, 4, скажем так, десятилетия вперед американскую и, в немалой степени, и мировую банковскую систему. И в какой-то степени именно размывание, понятно, я человек консервативный, но размывание некоторых положений этого закона, который мы еще и со студентами до сих пор стараемся изучать, хотя уже, наверное, это не актуально, оно и послужило в какой-то степени, может быть, основой вот такого достаточно острого кризиса 2008 года. Так что, наверное, сегодняшнюю стагнацию мы назвать не сможем, к тому же назвать аналогичной 30-м годам. Есть еще один такой момент, очень важный. В 30-м году экономика не была глобальной. Кейнс писал в условиях, когда экономика не была глобальной. И когда мы сегодня ссылаемся на Кейнса, который остается величайшим экономистом, мы должны помнить, что мы сегодня живем в условиях глобальной экономики. И есть такое понятие, которое мы тоже исследуем, contagion, когда происходит как бы заражение, кризис перекидывается от одной страны к другой. Ну и вот опять-таки возвращаясь к глобальной экономике, с тех пор произошло достаточно жесткое для многих стран, я снова спускаюсь на микроуровень, разделение. То есть значительное количество производств ушло в страны с низкими издержками и по оплате труда, и по расходам на охрану труда, по расходам на охрану окружающей среды и так далее. Вот. В результате те страны, которые сумели переориентироваться, Германия, Дания, практически нулевая безработица, вот, на производство высокотехнологичных, высокомаржинальных, а высокотехнологичные и товары в люксовой или даже просто премиальной группе, они, как правило, высокомаржинальные, они неплохо пережили это, то есть он не является глобальным, они неплохо его пережили. Вот. Просто оказались страны, которые как-то вот не встроились сюда, где-то объективно, запоздали со структурными реформами, я опять про свое. Вот. Вот им сегодня не сладко. Но еще раз, параллели проводить здесь довольно сложно, на мой взгляд, то есть там классический кризис перепроизводства со всеми вытекающими последствиями. Сегодня таких острых последствий нет, и он не является глобальным. Соглашусь, есть что-то такое? Соглашусь, да, с Андреем Борисовичем абсолютно другие условия. Действительно, о глобальной экономике никто не слышал. Действительно, корни кризиса другие. Если добавлю только о том, что и последствия абсолютно разные, да, то есть если Великая депрессия, это безработица 23%, это снижение ВВП на 13%, дефляция огромная. Ежегодно, да, да, есть даже такое мнение, что данные переписи после депрессии, они якобы были потеряны, на самом деле, это утайка была, чтобы не показать огромный убыль населения. У нас, конечно же, нет такой жуткой ситуации, к счастью, да, у нас порядка, там, безработица 5-6% снижения, там, ВВП, экономического роста 3,5-3,7%, поэтому как изначальные причины, так и последствия, на мой взгляд, несравнимы с Великой депрессией. По-моему, это просто излишние эмоции комментаторов, да, которые называют нашу сегодняшнюю ситуацию Великой депрессией. Чаще используется термин Великая рецессия. Некоторые придумали этот термин, довольно активно ходят по литературе. Я думаю, что это просто эмоции. Дина Архометовна, вот что нового сегодня вы можете отметить в связи с чего нам вообще опасаться в будущем и какого влияния может оказаться на Россию? Да, очень хороший вопрос. Действительно, если ситуация с сегодняшними, верно, причинами сегодняшнего кризиса более-менее понятна, да, это цены на нефть, как я уже сказала, это санкционная политика определенных государств в отношении нашей страны, в том числе и финансовые санкции, то есть нам перекрыли доступ к дешевым кредитным ресурсам, действительно возникает вопрос, чего же нам опасаться в будущем. На мой взгляд, та проблема, о которой нам стоит сейчас всем задуматься, это исчерпание стабилизационного фонда, который, как известно, состоит из резервного фонда, который финансирует, да, различные бюджетные расходы, и фонда национального благосостояния, финансирующим, соответственно, бизнес-предприятия. Денег осталось не очень много, то есть мы понимаем, что это была определенная кубышка на черный день, которую мы периодически тратили, и которая нам помогала выжить и оставаться на каком-то таком приемлемом уровне. Осталось ее на год-полтора. То есть что делать после того, как этот фонд будет исчерпан, на мой взгляд, это основная проблема, о которой нам сейчас стоит задуматься, потому что на самом деле вариантов решения этой проблемы не так уж много. Как достать дополнительные деньги? Эмиссия, сами понимаете, это инфляция, это раздувание денежной массы не вариант. Далее, доступа к дешевым кредитным ресурсам у нас нет, если, конечно, санкции не будут отменены. Снижение расходов, но это тоже, вы знаете, достаточно болезненный момент. Увеличение налоговой нагрузки, о чем сейчас говорят, тоже, в общем-то, эффективно до определенного уровня. В определенный момент это, конечно же, вызовет отсутствие предпринимательской инициативы, сворачивание проектов, и людям будет просто неинтересно развивать экономику. В конечном счете мы опять столкнемся с падением экономического роста. Ну и еще один момент, о котором сейчас наша страна вздумывается, как попробовать повлиять на мировой рынок цен на нефть, то есть как повлиять на мировой рынок нефти. И в качестве решения, недавно прочитал, есть такой вариант, в одностороннем порядке сократить поставки российской нефти на мировой рынок. Что это даст? Это немного сократит мировое предложение, а когда предложение сокращается, цена, соответственно, чуть-чуть подрастет. То есть если мы на такой шаг пойдем, ну, немножечко здесь, да, мы тоже можем относительно выиграть. Но в целом, конечно, это очень серьезная проблема, которую мы будем еще долго, наверное, обсуждать и сталкивать, и, в общем-то, искать пути, какого не было решения. Еще один момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, ну, это скорее такой внутренний вызов, да. Вот мы много сегодня говорили о нефти, о нефтеном отрасли. Это действительно очень востребованная отрасль, очень серьезная, очень проблемная, и, в общем-то, я эту тему очень люблю, занимаюсь и развиваю в этом году даже при поддержке руководства института и университета. Мне удалось открыть магистрскую программу экономика и инновации развития нефтегазохимического сектора, и она оказалась востребованной. То есть студенты приходят, мы набрали первых магистрантов, будем их обучать. Но не стоит забывать о том, что есть и другие важные отрасли. Мне бы хотелось сегодня буквально пару слов сказать о той же такой важной стратегической отрасли, как электроэнергетика. Пока, в общем-то, проблемы, которые в этой отрасли происходят, может быть, не так активно обсуждаются, но, тем не менее, кризис назрел, и, в общем-то, наверное, скоро мы об этом тоже все активно заговорим. Как вы знаете, отрасль энергетическая была какое-то время естественной монополией. Затем было признано, принято решение эту отрасль разделить, то есть реструктуризировать и сделать такой более рыночной. РАО ЕС была реструктуризована, и, соответственно, мы имеем сейчас определенное некоторое количество независимых компаний, которые должны были конкурировать с друг другом. Реформа ЕС была проведена, конечно же, успешно. Но я здесь хотела бы воспользоваться афоризмом, который недавно появился в менеджменте. Это была блестящая реализация ошибочной стратегии. На самом деле технологические особенности этой отрасли в общем-то не позволяли создавать здесь конкуренцию. Ведь как работает рынок? Есть несколько производителей, они конкурируют с друг другом, менее эффективно разоряется, грубо, да, банкротится, закрывается, уходит с рынка полностью, его место занимает более эффективно. И на выходе мы получаем более качественный дешевый продукт. Электроэнергетика. Вот вы представляете компанию, если она оказывается банкротом, неэффективным, ее закрытие приводит просто к тому, что идут веерные отключения электроэнергии, да, соответственно, мы обесточиваем целые регионы, этого допустить нельзя. Поэтому в настоящий момент что происходит с неэффективными банкротящимися, генерирующими компаниями? Компании с госучастием, такие как Росгидро, например, за свой счет начинают их поддерживать, то есть начинают финансировать их убыточные проекты, начинают их вытягивать, тем самым терпят сами убытки. Поэтому через какое-то время мы столкнемся, видимо, с массовыми уже банкротствами, с массовыми проблемами по закрытию вот этих вот неэффективных компаний. И поскольку отрасль стратегическая, важная, мы не можем просто закрыть и чем-то другим заниматься, видимо, опять придется подключаться к государству, опять тратить огромные бюджетные деньги на то, чтобы как-то обеспечить электроэнергией населения, ну, это опять-таки траты бюджета, которые, как я уже сказала, уже немножко задумаются, где ему брать новые деньги. Поэтому, на мой взгляд, проблемное у нас звено, проблемная отрасль, на которую следует обратить свое внимание. Ну, по крайней мере, сейчас, по-моему, фондовые рынки не оценивают энергетику как проблемную отрасль, потому что среди всех индексов у нас на 70% в этом году выросла электроэнергетика. Да, я говорю о будущем. Да, спасибо. Андрей Борисович, если говорить о внутренней экономике, какие вы видите вызовы в краткосрочном и долгосрочном периоде? Ну, опять-таки, основной вызов в какой-то степени я уже об этом говорил, это отсутствие должных структурных реформ. То есть, если эти структурные реформы не проходят, то коллапса не будет глобального. Но вот так вот мы будем ждать, а может быть, нефть поднимется, а может быть, вот у нас еще какие-то ресурсы, ну, Китай начнет быстрее расти, вот, может быть, у нас еще какие-то ресурсы, вот, держим пальцы скрещенными, вот, может быть, они нас выдернут. И в какой-то степени это будет происходить, потому что пройдет мировая экономика дно, потянется она вверх, ну, и потянутся наши, чуть-чуть вверх наши доходы от продажи на мировом рынке ресурсов. то есть нужны структурные реформы. Вот, сегодня я не вижу, не только я, не вижу какого-то такой вот воли к их осуществлению, потому что это затронет очень многие это сольные госкомпании, госрепорации. структурные реформы под собой подразумевают. Подструктурные реформы это, ну, самое главное, это отказ от сырьевой модели, вот, а далее это вот то, что достаточно широко обсуждается в литературе экспертами, это борьба с коррупцией во всех ее проявлениях, не просто с мелким взяточеством, а с реальным разложением. Это отказ от политически мотивированных управленческих решений, независимость суда, охрана прав собственности и так далее. Это очень широкий круг и, в принципе, он постоянно обсуждается. И здесь я рискну в какой-то степени, я очень не люблю заочно дебатировать с столичными экспертами, вот, но с очень популярным и очень, на мой взгляд, грамотным экспертами, часто приглашают представителей РАН на РБК, что структурные реформы, вот есть позиция такая, что они в краткосрочной перспективе результаты не дадут. Вот, опять-таки, занятие финансовой эмпирикой привело нас к довольно интересному эмпирическому эффекту, эконометрически подтвержденному, что есть так называемый локомотивный эффект. Он очень хорошо проявляется в инновациях. То есть, скажем, если какая-то компания совершила, или сектор, совершил инновационный, например, переход от аналоговой к цифровой связи, целый сектор совершает инновационный прорыв, вот, то еще пока денежные потоки и прибыли не материализовались, но рынок уже благодарно поднимает котировки. Вот здесь то же самое. То есть, если по-настоящему, а еще раз, это встретит сопротивление, причем не только элит, это встретит сопротивление и достаточно многих рядовых граждан, которые в той или иной степени географически немобильно, не желая переучиваться, устроились в какой-то своей небольшой нише, и в новой экономике им придется, скажем, переучиваться, или куда-то переезжать за рабочими местами, что в условиях очень низкой географической мобильности в нашей стране очень болезненно. Поэтому всех, но не всех, но многих статус-кво устраивает. Вот структурные реформы это вынуждены будут поменять. И, естественно, сопротивление определенное будет, но вот если мы, самая главная опасность, если мы не проведем этих реформ, потому что это не позволит нам запустить, опять-таки, сегодня общее место у экономистов микроуровня, запустить инвестиционные механизмы на уровне предприятий. Это не получится. Тогда будем полагаться на государство, как на инвестора. А государство, оно, конечно, помогает, но оно помогает главным образом тем, кто сильнее лоббирует. Так что вот я вижу в этом главный вызов. Катастрофического ничего нет, но хотелось бы не повторять сценарий некоторых, не буду их называть, латиноамериканских стран. В конечном счете это приводит и к политической нестабильности, вот чего бы очень не хотелось бы сказать. Структурные реформы, я так понял, тоже должны включать и оптимизацию госаппарата. Или нет? Ну, если вы спросите любого представителя бизнеса, я не имею в виду, конечно, крупной госкорпорацией, то они, безусловно, проголосуют за. Вот. Как финансист я не исследовал этот вопрос эмпирически, поэтому, наверное, мне будет сложно сказать, насколько эта оптимизация реально поможет нам вывести экономику, так сказать, из текущей стагнации. Наверное, в определенных пределах это было бы полезно, вот, но, еще раз, я все-таки обычно полагаюсь на эмпирические данные, вот, которые мне по этому поводу неизвестны. Хорошо, я просто хотел подвести к вопросу объемодальном управлении, проектном менеджменте в системе госаппарата. Вот, насколько сегодня это актуально и насколько может принести эффекты какие-то? Ну, на мой взгляд, я, может быть, не во всех случаях глубоко знаю, все-таки я же занимаюсь финансами предприятий, а не государственными финансами, вот, но я всемерно поддерживаю вообще саму идею проектного управления, вот, поскольку, поскольку она предполагает, что мы к решению определенной задачи подходим с определенными заранее сформулированными критериями эффективности. Любой проект это смета определенной инвестиции, которые будут на это востребованы и определенные результаты. Вот, более того, проектный аппарат, опять-таки, насколько я понимаю из наших базовых финансовых дисциплин, предполагает такой элемент, как мониторинг и оценку реализации проекта в ходе его осуществления. Вот этот момент проектного подхода мне тоже представляется очень значимым, потому что он позволит своевременно, во-первых, мы заранее должны обосновать, не так, что давайте сначала ввяжемся, а потом посмотрим. Вот, мы заранее принимаем этот проект, заранее обсуждаем его показатели эффективности, а потом контролируем его осуществление. И в этом плане я считаю, что если именно таким образом проекты будут осуществляться, то, на мой взгляд, это безусловный шаг, серьезный вперед. Спасибо. Динар Хамитовна, денежно-кредитная политика. Насколько сегодня высок баланс рисков для Центрального банка именно с внешней стороны? Я в том числе имею в виду политику Федерального резерва. Федеральная резерва система. Действительно, Федеральная резервная система является институтом, оказывающим колоссальное влияние на Центральные банки многих государств, на курсы соответственно национальных валют. И периодически, если не ошибаюсь, с 2013 года появляется информация о том, что ФРС собирается увеличить ставку рефинансирования с уровня 0,25 до 0,5 до процентов до определенного какого-то уровня. Здесь мы должны рассмотреть плюсы и минусы такого шага прежде всего для американской экономики и для экономики остальных стран. Естественно, первым плюсом, который прописан во всех учебниках, является то, что удорожание делает валюту более крепкой. То есть повышение этой ставки сделает доллар крепче, сделает его сильнее и опосредованно сделать дешевле те товары, которые в долларах оцениваются, прежде всего нефть. То есть мы понимаем, что такой шаг окажет снижающий воздействие на нефтяной ресурс и, соответственно, сами понимаете, как это скажется на российской экономике. К минусам относятся вот этого шага для Соединенных Штатов. Это, конечно же, отток ряда заимствований. То есть если рынок станет более дорогим, он станет менее привлекательным для тех, кто хочет занять эти деньги. Соответственно, кто-то уйдет на другие рынки, а кто-то просто прекратит свою деятельность. И второй момент, более дорогие американские товары, они сделают эти товары менее конкурентоспособными на мировом рынке и, соответственно, будет снижение экспорта из Соединенных Штатов. Видимо, вот эти вот вторые, вторая группа, то есть минусы, превалируют в настоящий момент над потенциальными выгодами. И, соответственно, недавно, буквально несколько дней назад, Федеральная резервная система приняла решение ставку, этот показатель на прежнем уровне. То есть это происходит раз в квартал, и пока мы решили, они решили, вернее, что ставку менять не будут. Спасибо. Андрей Борисович, а если говорить о нашем Центральном банке, то какой политике он должен придерживаться, чтобы поддержать или вообще хотя бы поспособствовать экономическому росту? Вообще он должен отвечать у нас сегодня за экономический рост или только за таргетирование инфляции? Вообще-то, как я знаю из учебников, Центральный банк любой страны отвечает первое и главное за национальную валюту, второй показатель это безработица. За экономический рост отвечает правительство. Ну, у нас была другая точка зрения еще со времен товарища Герасченко, член ЦК КПСС и многолетнего главы российского ЦБ. Он считал, что нужно отвечать за экономический рост, насколько я помню. но на самом деле мы слишком большое значение, что меня очень сильно удивляет, предаем политике ЦБ. Кстати, в последнее время умеренно консервативная политика ЦБ в принципе вызывает у меня уважение. ЦБ не должен быть заметным. Дело в том, что любые резкие движения, а у нас до сих пор активно очень, просят. Ну, вот одна из политических сил, в Думу не прошедшая, правда, просила пару триллионов на развитие. И говорит, что нет, нет, они не поведут к увеличению инфляции, потому что они все пойдут в производство. Не буду заочно дебатировать. Но с точки зрения производственного экономиста это немножко смешно, но тем не менее, я это вот слышал в ходе дебата. Значит, ну, на мой взгляд, еще раз, нет необходимости, более того, будет очень вредоносно, если, вот, кстати, о стабильности, если ЦБ будет делать резкие движения с учетной ставкой, ну, она у нас называлась рефинансирование и ключевой, сейчас она снова рефинансирование и ключевая снова объединены. Вот, но самое главное, мы еще раз придаем избыточно большое значение. Дело в том, что вот у многих создается такое абсолютно наивное впечатление, что вот, а вот снизь завтра центральный банк ставку с нынешних, по-моему, 10 уже, процентов, например, до 5, как хорошо заживут наши предприятия, потому что ставки не снизятся, на самом деле это будет мощный сигнал рынку, который резко увеличит ожидаемую инфляцию, а бизнес всегда закладывает ожидаемую инфляцию в процентные ставки. То есть, если мы просто посмотрим на международное соотношение Фишера, там очень четко, процентные ставки в национальной валюте будут прямо пропорциональные ожидаемой инфляции. Сколь-нибудь серьезное снижение ставки рефинансирования всегда повышает, очень быстро, мгновенно повышает ожидаемую инфляцию. Этот показатель нельзя снизить декретом. Поэтому, на мой взгляд, у центрального банка после, на мой взгляд, опять-таки, крайне неудачной политики в начале нынешнего этого кризиса, когда словами тогда еще директора института экономики Ранва Руслана Гринберга, он недолго после этого был директором института экономики, что вместо того, чтобы отпустить рубль в свободное плавание, его отпустили в свободное падение, сам слышал Байбака. Я абсолютно с этим согласен. Политика была неудачной, сейчас она достаточно стабильная, и центральному банку сейчас важно сделать и валютный курс, и другие параметры предсказуемыми. Это не является достаточным, но это является необходимым условием опять-таки экономической стабилизации и оживления инвестиционных процессов. Вот я как раз-таки об оживлении инвестиционных процессов. Недавно посмотрел статистику, около 12 триллионов рублей на депозитах наших российских компаний. Лежат просто. Почему не инвестируют? Ведь сегодня риторика правительства говорит о том, что необходим рост основан на частных инвестициях. Риторика правильная. Цифры в 12 триллионов я не видел, но это подтверждает то, что в принципе хорошо известно любому более-менее активному производственному экономисту инвестиционные ресурсы, по крайней мере для запуска инвестиционного процесса в стране есть. Проблема в том, чтобы их реально оживить. Вот. Почему предприятие не инвестирует? Ну, механизм, пусть немножко у меня это звучит примитивно, но он достаточно простой на самом деле. То есть, в какой-то мере вот сам начальник Динар-Хамитовна уже об этом говорила, ведь недостаточно произвести. Важно, чтобы купили. Вот. И, соответственно, в условиях высоких политических финансовых рисков, которые у нас сохраняются, более того, вот, когда мы эмпирически исследуем волатильность нашего фондового рынка, то более или менее хорошие показатели демонстрируют первые 30-40 вот голубых фишек. Они ведут себя примерно так же, как акции крупных западных компаний. Как только мы переходим к сотням и сотням, а именно на них лежит бремя нашей экономики, предприятий или компаний второго и третьего эшелона, там волатильность существенно выше, даже чем в странах БРИКС и в некоторых странах с развивающимися, с формирующимися еще только фондового рынка. Результат. Высокие очень финансовые риски. Что делает наш любой, не обязательно прожженный экономист, любой предприниматель, видя высокие риски, он старается отбить инвестиции быстрее. Ну, скажем, за три года. Вам будет сложно найти предпринимателя, который возьмет осуществлять проект со сроком окупаемости, например, 6-7 лет. Сложно. Ну, может быть, в нефтянке, в нефтехимии, да. А вот обычные, где куда идут частные деньги, там сроки значительно короче. Что означает, например, срок окупаемости три года? Это означает, если мы возьмем, что 100% должны быть генерированы за три года на каждый вложенный рубль. Это, если не рассматривать сложные проценты, это, ну, 30 с небольшим процентов доходности на отложенный рубль в год. Много ли наших проектов реально способны дать такую доходность? Немногие. Результат, если бизнес и вкладывается, он, естественно, начинает задирать цены. Беднеющее население не способны купить по этим ценам и в результате бизнес понимает, что у него по этим ценам массово эти продукции, неважно, товары, работы, услуги не приобретут и воздерживается от инвестиций. Вот этот механизм, к сожалению, это как замкнутый круг, который необходимо разбить. Вот, ну, еще раз, при всех, так сказать, вот, проблемах нашего рынка мы не можем разово сделать, например, наши основные фонды такими же продвинутыми, как, например, в Германии. Это разово сделать невозможно. Но что можно сделать, тоже непросто, это снизить риски, соответственно, удешевляя финансовые ресурсы. Тогда больше проектов оказывается приемлемой. Это базовые финансы, но они работают. Что ж, спасибо, спасибо экспертам за участие в нашей программе, за интересную дискуссию. Напомню, что сегодня нашими гостями были Галямова Динара Хамитовна, доктор экономической наук-профессор кафедры территориальной экономики и Анкудзимов Андрей Борисович, доцент кафедры финансовой организации, кандидат физико-математической наук. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова